МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удалось там оказаться, очутиться? Для меня это сложный путь, очутиться на телепроекте «Новая звезда», поскольку в этом году я прошла сразу на два проекта федерального уровня. Мне посчастливилось сделать выбор. Я подала заявку на «Новая звезда» и забыла. Вообще про это все забыла дело. И где-то через полтора месяца мне позвонили с телепроекта и сказали, что мы прошли. Мы выступали командой в составе группы «Лавершин Бенд» и Катя Кележекова. Вот. Ну, как мы прошли, об этом история умалчивает. Но у вас был выбор, у вас было два целых телепроекта в это время. Почему выбор пал именно на «Новую звезду»? Я попала в телепроект «Главная сцена» и телепроект «Новая звезда». Почему телепроект «Новая звезда»? Да, потому что времени было побольше подготовиться. Это все-таки моральный настрой, это все-таки финансовый настрой и образ, и выбор песни. Возможно, то, с чем ты будешь себя показывать на сцене. Кухня такого большого проекта – это большая школа для вас? Это огромный опыт для меня в моей творческой деятельности. Вот расскажите о том, как это все происходило. Это был такой путь достаточно интересный для меня. Как мы готовились сначала, это было домашним заданием. Мы сидели дома, мы готовились дома. Мне удавалось также ездить за 40 километров в деревню, в свою селу Аршанов и полностью готовиться к этому телепроекту на сцене ДК Аршановская. И когда мы прилетели туда, когда мы расположились, были первые съемки такие пробные, были первые отсмотры костюмов, все. В общем, вот такой вот настрой. Нас сразу настраивали о том, что если что-то даже вдруг не получится, адекватно к этому подходить, относиться к этому адекватно, чтобы не было никаких истерик. Вот. Ну и во время съемок, хочу сказать, отметить, царила такая творческая, теплая атмосфера. И что среди организаторов, что среди участников и среди жюри нашего. Была выбрана песня Цоя. Почему вообще такой выбор? Ну, теперь я могу сказать, почему такой выбор. Я очень долго настаивала на том, чтобы исполнять песню на родном языке, на хакасском языке, поскольку я представляю свою республику Хакаси. Вот. Но организаторы, видимо, посчитали нужным, чтобы на их телепроекте прозвучал Виктор Цой, репертуар Виктора Цоя, песня «Печаль». То есть это был не ваш выбор? Это был не мой выбор, да. Ну, я думаю, что мы с задачей справились по максимуму. Но песня Цоя в этой песне не оказалась совершенно практически, да? Ну, я преподнесла ее в своем видении. Мне захотелось так ее спеть. А реакции жюри? Реакция жюри, на мой взгляд, была адекватной. Потому что мнения не только в жюри разделились, мнения разделились и у телезрителей, и среди участников. Меня полностью все устроило. Мое выступление было шикарным. Ну, вообще, а результат он расстроил? Нет, нисколько. Потому что это не первый, не последний телепроект в моей жизни, на моем творческом пути. Вот. Я считаю, что таково... Вот так вот должно было быть, случиться. Но теперь вы принимаете участие в зрительском конкурсе. Да, Хакасия претендует на приз зрительских симпатий. Мы победили в голосовании. Спасибо большое республике моей, которая за меня голосовала. Огромное было количество голосов. Кстати, у меня больше всех просмотров ролик. И больше всех голосов. И сейчас все еще можно вас поддержать? Конечно. Можно проголосовать за Хакасию 1 мая. Это можно отследить ВКонтакте, в группе «Новая звезда», во всех социальных сетях. В Facebook, Одноклассники, Instagram. Ну, вообще, музыкой вы увлекаетесь с детства. Расскажите ваш творческий путь. Первый мой педагог по вокалу Альбина Бурнакова, которая вложила в меня Хакасский репертуар. Вот. Мы все, кто в ней ходил на вокал, воспитывались на Хакасских песнях. У меня также был дедушка Хайджи, которого мне сейчас очень не хватает. Вот. Затем я, окончив школу, поступила в музыкальный колледж. По классу вокала. Классический вокал, опера. Училась я у Екатерины Кыштымовой, нашей замечательной певицы. Вот. Закончив музыкальный колледж, я поехала поступать в Республику Бурятия. Поступила, не закончив, я перевелась в Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. На эстрадно-джазовое отделение. Тем самым я поменяла свой стиль, свое направление в творчестве. Ушла с классики на джаз. И еще захватив при этом эстраду. Вот так вот даже. Ну, ваш дедушка, вы уже сказали, был Хайджи. Расскажите о нем поподробнее. Вот. Вот это вот детство, конечно, было запоминающим. Это знаете, как было? Он, значит, садился на диван, вытаскивал свой чатхан. Он же длинный. Садились все внуки. Это был добровольно-принудительный порядок. Это было вот так, одрына. Все, мы садимся по краям, и начинаются песни хакасские. Все тахпахи, хакасские песни, весь хакасский репертуар. Вот. И у меня это в подсознании до сих пор звучит. Я это не забыла, я это начала использовать в своем творчестве. Так как сейчас я двигаюсь сольно и записываю свой этнический альбом. Ну, вообще, ваши музыкальные предпочтения вот в течение вашей карьеры творческой, да, они прямо кардинально менялись. Вы и классику захватили, и джаз, и сол, и этника при этом у вас все время присутствует. Осталось еще народный освоить вокал. Вот. Вот. С чем это объясняется? Вы до сих пор в поиске, или просто вот жизнь повела и столкнула вас то с одним направлением, то с другим? Я хочу сказать, мне это интересно. Интересно стиль, авангард, как-то все посмешать. Есть этно-джаз, есть опера-джаз, есть... Что еще? Я не знаю. Джаз-поп, рок-поп. Вот мне эта музыка интересна. Все стили и направления, все жанры. В ближайшие дни вас можно будет услышать на концерте. Это концерт, приуроченный к празднованию Хакасского Нового года, Чилпазы. Вы не просто выступаете в нем, вы еще и организатор, выступаете как организатор на нем. Кого еще мы увидим на этом концерте, когда он пройдет? Пройдет он 26 марта на сцене РДК в 6 часов вечера. На сцене можно услышать исполнителей, таких как Екатерину Куштымову, это мой педагог, Владимир Доржу, Аяна Чебодаева, Ильбекхана Сачаков, артист театра Читы Ген, Юлия Тинникова, артистка Хакасской драмы, Игорь Толмашов и меня, Катю Килижекову. Но сложно было собрать вот таких людей? Как вообще идея такая пришла? Я после проекта прилетела домой. Вся такая вот прям, не знаю, у меня остались вот эти вот эмоции, то что я посмотрела на работу организаторов, я посмотрела на работу жюри полностью. Мы общались со всеми участниками, те, которые тоже говорили, что вот сейчас мы приедем домой и организуем что-то. И мне вот захотелось тоже. Я приехала домой, у меня родилась вот эта вот идея сделать для Хакасии такой праздник. Но я не понимала, с чего начать. Мы встретились с Сайлой, это президент АСХИР Хакасской ассоциации. Вот, и мы с ней так как-то вот сделали вот это вот данное мероприятие, приурочили его к Чилпазы, к Хакасскому Новому году. Я могу сказать с уверенностью, что это получилось. Ну и у вас есть возможность пригласить людей на этот праздник? Хорошо. Дорогие зрители, я вас приглашаю на наш концерт 26 марта в 6 вечера на сцене РДК. Добро пожаловать. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Катя Килижекова. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова